На этом видео парни скручивают перекладины и складывают оставшиеся детали вдоль забора, а затем выносят их за пределы спортивной площадки. Кадры наделали немалую шумиху в социальных сетях. Многие не понимали, как прилично одетые подростки, а ведь именно так их называли в соцсетях, могут так нагло снимать железо и, не прикрываясь, уносить его средь бела дня. В управлении эксплуатации административных зданий говорят, что такое в городе впервые. У нас единственный случай был здесь. И перед тем, как нам передали площадки, это вот юбилейный 131-133, там тоже сняли рукоход, но жильцы его нам отдали. Они просто, я не знаю, как у них он очутился, но он у нас лежит. Мы еще просто его не восстановили. А так у нас этот единичный случай. Отсутствие перекладин, креплений и болтов. Куда все это ушло, неизвестно. Но участников инцидента нашли сразу. И по данному факту управлением благоустройства было написано заявление в полицию. В полицию города Березняки 11 апреля текущего года обратились представители администрации и службы благоустройства с заявлением о том, что на спортивной площадке по улице Монтажников 7 были повреждены и частично украдены турники. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. Нам удалось связаться с героем видео. Кстати, совсем недавно он помогал нам в съемке сюжета как раз на этой площадке. Как говорит Данил, у него и в планах не было красть и портить площадку. Напротив, он хотел сделать ее лучше. На видео он примерял спиленные кем-то перекладины, чтобы их закрепить, потому что негласная организация, которая следила за площадкой, назначила его ответственным, раз он проводит на ней много времени. Компания «Вега», которая ГБР, назначила меня как бы староста, ну, старшим за площадку. Он сказал, что давай, говорит, ты будешь за ней следить, будешь за ней ухаживать там, чтобы ничего не ломалось. И вот обрезанные турники, которые на видеосъемке были, я их принес, чтобы посмотреть, подходят они сами или нет, не подходят. И все, мы потом думали, их там закажем сварщика, может нам что-нибудь заварит он и тому подобное. А потом мы так посовещались с парнями и сказали, что нам они не подходят. Со слов Данила, изначально была сломана шведская стенка. Перекладины от нее были спилены и разбросаны по всей площадке. Именно эти перекладины он и пытался прикрутить, но не вышло. А оставшиеся детали он хранил у себя в подвале. Поломанные собирал и уносил, чтобы обеспечить сохранность. Уличные спортсмены встревожены этим инцидентом, поэтому со своей стороны готовы оказывать помощь администрации. Летом мы особенно часто тренируемся в разных районах города на воркаут-площадках. Я думаю, что парни не подумали и по глупости это сделали. И я хочу сказать, когда мы будем тренироваться, мы, конечно же, будем следить за целостностью площадок, воркаут-площадок. И, конечно же, будем сообщать об этом. Сейчас полиция проводит проверку на состав преступления. Предварительно злого умысла в действиях парней не было. А мы хотим призвать горожан следить за состоянием спортивных площадок. Если вы заметили факты порчи, незамедлительно сообщайте по телефону, указанному на экране. Ксения Калугина, Сергей Антонович, Новости Верхникамия.